Девушки отдыхают Нет. Ночью мусоровозы выгружали содержимое в ангар, а рабочие сортировщики только с утра ее обнаружили. Отчего умерла? Известно? Нет. Огнестрельных и колотых нет, следов удушения тоже, поэтому все остальное после вскрытия, Танюш. А время смерти? Хотя приблизительно. Восемь-двенадцать часов, не раньше. Документов нет, телефона нет. Братик, тело в морг можно. И оградите тут все лентой. И чтоб никто ничего не трогал. Погибшая в базе МВД не значится. Заявление о пропаже с подходящим описанием никто не подавал. Заявление будет. Девочка с виду приличная, не бомжиха. Надо обождать. Да нет времени ждать. Свидетель нужно искать по горячим следам. Установили, откуда ночью мусор на завод приехал. Из центрального округа. Сузили круг поиска, блин. Всего-то осталось проверить 800 тысяч человек, которые в ЦАУ живут. Я начала установить и место, откуда конкретный мусорный контейнер приехал. Распорядили, чтобы мусор не трогали, где девушку нашли. Молодцы. Отсортируйте мусор. Ищите чеки, квитанции, рекламные листовки. В общем, все. На чем есть адрес. Мусора и мусор. Картина маслом. Товарищ майор, подмога нужна вдвоем не осилен. Я не могу. В городе усиления свободных сотрудников нет. Привет. А Тимоха не здесь? О, Ингуш. У нас тут субботник на мусорном заводе намечается. Товарищ майор говорит, ты нам поможешь. Не, Никитос. В другой раз. Меня свидетель по своей цели ждет. А что вы вдвоем справитесь? Я у вас верю. Чего же на скву приперся? Такую работу и в Перми можешь найти. Здесь ты решил убить меня. Целься лучше. Таня, ну реально бесполезняк какой-то. Судмед же сказал, на жертве нет следов насилия. Никит, людей просто так в мусорку не выбрасывают. Ты чак пропустил. Да я же не против поработать. Просто за какие грехи такое досталось, а? Нам еще сортировать все это. Кстати, есть идея. Ингуша! Давай обниматься. Фу, чем так воняет? Доказательной базой. Тихо, ты так не увлекайся. Оставь Ингушке поехать. Друзья мои, вы что, обалдели? Я не понимаю, зачем это здесь? Это улики с места преступления. Все это нужно отсортировать. Я прекрасно понимаю, но не здесь же. Да? А где? Где угодно. Домой неси. Я работу на дом не беру. Так, я не понял, а что за шум? Кирыч, молодняк совсем обалдел. Притащили мусор в отдел, мешают работать. Там чеки, квитанции. Да, непорядок. Так вот, когда эти два умника пытались украденный сейф через забор перебросить, они уронили его прямиком на мим проезжавшую патрульную машину. Все, есть три магазина, чеки из которых попадаются чаще всего. Далеко они друг от друга? Все в одном треугольнике. Марксистская, Волгоградский проспект, Воронцовская. Ну, это отлично. Проверьте все мусорные баки в этом районе. Не, не, опять мусор. Никитович, ну ты же теперь у нас профи. Фотку не забудь профи. Вдруг девушку кто-то вспомнит. Давай, 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 давай. А вы еще расслабились. Убирай. У меня обед. Тимох. Время смерти причину установили? Да. Умерла примерно 18 часов назад в результате передозировки психотропными препаратами. То бишь, вчера вечером? Да, около 11. Получается, ее отравили, а потом тело бросили в мусорный бак. А еще зацепки есть? Друзья мои, что считать зацепками, решать только вам. Ну, смотрите. На правой руке, на ладони, следы красной краски. И на теле, и на одежде следы строительной пыли. Зацепила? Да нафига ты это сфоткал? Она в мусоровозе была. Измазалась там не пойми чем. Ну, хоть что-то. Можно образец краски на экспертизу сдать. Ну, что ж, поехали мусорку искать. Впервые в жизни не хочу от вас уходить. Верите? Оставайся. Давай фото погибшей раздадим участковым, пусть работают. Ага, и будем полжизни ждать результата. А если она не с того района? Ба, привет. О, привет. Здрасте. Какие-то вы замученные оба. Чуть-чуть. Танюш, я накрываю на стол, а ты пока мусор выкинь. Ой, сиди, 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 я сам мусор выкину. Никитушка, ты прям настоящий кавалер. Я тебя за это покормлю. О-о-о. На руке погибшая автомобильная эмаль, пыль, строительный мусор, разнос и бетонных конструкций содержит примеси асбеста. Что такое асбест? Асбест применяли в 60-х годах при строительстве панельных домов. А сейчас не используют? Ты знаешь, он вызывает онкологию. Вот наша тетя Дина, ты же знаешь, она очень заботится о своем здоровье. Ну да, и что? Так вот, когда она покупала очередную квартиру, она обратилась к экологам, чтобы они выяснили адреса грязных домов в Москве. Ларчик подкинула идею, где искать дом с нужным мусорным баком. Погнали. Танюш! Ба, накорми это в обжору, я по делам. Загоняла она тебя, бедный. Да. Так, хлеб, а руки-то мыл? Нет. Я выяснила у экологов, в этом районе три дома, при строительстве которых использовался асбест. Это из-за него болячки всякие? Нет, концентрация небольшая, но все равно не экологична. Точно только три? Точно. И только в этом идет ремонт. Ну погнали. Идите к черту, сказал. Нет, с ними шуметь имею право. Мы из уголовного розыска. Откройте. Квартиру не пущу, я законы знаю. А мы знаем, что вы капитальные стены сносите. Соседи доложили. Никит. Ну вот они все. Мы не по поводу вашего ремонта. Мы расследуем убийство девушки. Никого не убивал? Понятно. Девушку нашли в мусорном баке. Нам нужно знать, в котором часу мы выбрасывали строительный мусор. Вчера, 25 августа. Скажу, уйдете? Уйдем. Вечером, в плане 11-го. Не хотелось с дворником собачиться по третьему разу. У нас нервные. Да тут все нервные. Девушка мертвая в баке была? Не было там никаких девушек. Слышь, дурак! Че еще? У тебя стены из асбеста. Материал вредный. Погугли. Ну, бак нашли, а толку? Мы знаем время, когда девушка попала в помойку. Мужчина выбросил мусор в 22.30, а мусоровоз увез его в 23.10. Да, ничто. Консежка погибшую не опознала. И не видела, что кто-то тело из подъезда выносил. Воу! Никит! Че за рок-концерт не плановый? Слышь, придурок! Да я такую липу сам себе в компе нарисую. Серьезно? А вот такое нарисуешь? Музло, тише, сделай! Да пошел ты! Урод! Никит! Ничего не напоминает? Ничего не напоминает, Тань. А вот так? Она испачкалась еще при жизни, схватилась за что-то. И это не краска, а автомобильная эмаль. Какой дурак будет на свежекрашенной тачке ездить? Ну, разве что вот этот козел мог? Никит, соседи вчера вечером слышали громкую музыку. Давай музыканта поймаем? Нет, у него голубая машина, а у нее на руке краска красная. Значит, надо искать того, кто красный перекрасил недавно? И как ты собираешься это выяснить? Есть, Тритрейсер один знакомый, поможет. А салфетка у тебя есть? Спасибо. Ну, что там у нас, Петр Афимович? Скончалась около трех-четырех часов назад. Рано видеть. Полагаю, она и стала причиной смерти. Наш стырь напоролась? Это кровь? Минуточку. Кровь! Только ритуальных убийств нам не хватало. Что, хиппи, что ли? У меня племянница тоже от рук отбилась. Джинсы за 200 рублей. Из Резова. Майя Брянцева, 66-го года рождения. Ну, хотя бы личность не надо устанавливать. Я к погибшей домой ездил. Ее мать, директор типографии Галина Брянцева, и сейчас в командировке. Телеграмму ей отправили. Матери о смерти дочери телеграммой? Что еще? Старушки у подъезда нелестно отзывались о девушке. Значит, ходила в рванье, лохматая, хоть и из хорошей семьи. Блесительницы нравов. Наши самые ценные свидетели. А я эти хиппи тоже не понимаю. Чего им надо? Лезут на рожон, ведут себя как бродяги. Леш, а ты в детстве сам-то все правила соблюдал? Я в школе боксом занимался. И тренер за неопрятную стрижку мог на занятия не пустить. Вернемся к делу. Что еще о погибшей? Соседка сказала, что Майя работала киаскером в тресте советской печати. Вот видишь, хоть и хиппи работала. Вот с этого начнем. С места ее работы. Понял. Напасть какая-то. К нам ревизоры из комитета народного контроля вчера приходили, а сегодня вот уголовный розыск. Я по другому поводу. Меня интересует ваша сотрудница Майя Брянцева. Она, понимаете, на работу не вышла. Ее арестовали? Да нет. Я им домой звонил, трубку никто не уберет. Ее мать в командировке. А почему вы решили, что Майю арестовали? Майя дочь моей знакомой. Я устроил ее на лето киаскером. Неплохая девочка, но связалась с хиппи. А с неформалом теперь строго, сами знаете. Да. К сожалению, Майя убита. Как убита? Когда? Это я ее вчера только видел в конторе. Доченька моя. Только школу окончила. С отличием. Столько планов. Столько всего намечтали мы с ней вместе. А она после школы сразу на работу устроилась? Не планировали в институт поступать? Она по баллам не прошла. На журналистику, в МГУ. На следующий год собиралась. Снова попробовать. А теперь? Ей деньги нужны были? Нет, с деньгами проблем нет. Она сама хотела подработать летом. Самостоятельную жизнь начать. Новых друзей завела. А вот эти вот новые друзья давно у Майи появились? Вы про хиппорей у Лосатикова. В конце десятого класса. Я как чувствовал, что это увлечение добром не закончится. А вы лично их знаете? Эти вот хиппи, они приходили когда-нибудь к вам домой? Ну что вы. Я этих лохматых на километр к дому не подпущу. Мне знакомые сказали, что видели Маечку. С ними на бульваре. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, ладно. Да, она села к нам в машину. Но мы ее не убивали. И вы вот так запросто бросили девчонку в мусорный бак? Ну, да. Ну, а что нужно было делать? Мы так-то испугались. Да. Нельзя бросать людей в мусорный бак. Нельзя бросать людей, как мусор. Люди не мусор! Не мусор, люди! Кирилл Андреевич! Ты понял? Кирилл, ты чего успокоитесь? Ты понял? Опа, Барин, смотри. Походу, пьяная проститутка. Что-то, подвезем ее? Эй, красавица! Иди сюда. Давай-давай, малыш. Опа. Давай-давай-давай-давай. Погнали. Да ладно тебе, че-то. Все нормально. Сейчас, раз-раз. Опа. Эй, ты чего? Муря, слышишь, она не дышит. Она мертвая, я тебе говорю. Нам кранты. Да тихо, заткнись, заткнись, заткнись. Сейчас, мы-то вообще не при делах. Сейчас от тела избавимся, и все. Ладно, давай мусорный бак. Давай, че ты стоишь? Давай. Он же несовершеннолетний. У нас так неприятности будут. Мы его, беззаконного представителя, допрашивали. Заканчивай допрос. И вызывай родителя этого ублюдка малолетнего. Че с ним? Трояков признался, что девочку они в мусорку выкинули. Что у тебя с Борей? Да ничего. Раскололся. Ему шнадцать месяц назад стукнуло. Так что проблем с предъявлением обвинения не будет. А где поцелуи? Привет, ба. Привет, ба. Танюш, ты с улицы не разделась, не умылась. Мы сейчас ужинать будем. Аппетита нет. Что-то случилось? Сложное дело? Не сложное. Скорее, жуткое. Опасный преступник? Формальный и не преступник. Скорее, мерзавец без совести. Романовский еще разозлился, чуть не избил подозреваемого. Ну да. У сотрудника органов две опасности. Профессиональное выгорание и эмоциональный срыв. Как у Вани с девушкой? Да. Может, ты и права. Я думала, Романовский человек компьютера, а оказалось не так. Ты, наверное, его видела таким, каким он хотел тебе казаться. Романовский с бандитами и преступниками держится ровно. А тут другое. Видимо, в его реакцию вмешалось что-то личное. Думаешь? Спрошу Ингу. Зачем тебе это, Тань? Захочет, сам расскажет. А, расскажет. Не расскажет. Не лезь в это. На то оно и личное. Ладно. Верни холодильнику его колбасу. Мы сейчас будем ужинать. Но этот кусочек я съем. Бандитка. Кирилл Дмитриевич, можно? Что у тебя? Родители Троякова пишут жалобы в прокуратуру. Я разберусь с этим. Ты лучше займись машиной, с которой высадили погибшую. Товарищ майор, нашел мобилу нашей погибшей. Медаль получишь в бухгалтерии. Рассказывай. А Боря Крикунов, друг Жоры, отдал его своей знакомой. Но симку выкинул. А я пробил международный идентификатор мобильного оборудования. Молодцы. Ну, не тяни. Оксана Мурашова, 2001 год рождения, родом из Ухты. В Москве работает полгода официанткой в арт-клубе. Звонки и сообщения? Да. А 25 августа, как раз в день смерти, трижды звонила на номер некоего Андрея Курганского. Кто такой? Вице-президент какой-то продовольственной конторы. Мобила у него вне зоны доступа. Ладно. Дуйте на работу к этой Мурашову и знайте, почему ее до сих пор не хватились. Есть? Есть. Молодцы. Вайн. Вино. Калечное. Неожиданно. Фрилавщик. Мажор. И вам доброе утро, товарищ майор. Почему это сразу мажор? Просто куртку новую купил. Да это не тебе. Я хиповский словарь изучаю. Ты скорее не мажор, ты конторский мэн. Да, заморочились вы, конечно. Короче, пообщался я со сменщицей, погибшей Брянцевой. Ты отзывается про девушку положительно. Положительно – это хорошо. Значит, она не мочалка была. А еще я купил в киоске советской печати дефицит. Справочник по криминалистике мы это уже два месяца не возвращаешь. Ну, справочник завтра верну, честно. Это сборник фантаста Рея Брэдбери. Интересный автор? Очень. Оно у спекулянтов по 20 рублей идет. А я по госцене за 2.20 взял. фантастикой не увлекаюсь. Мне в жизни хватает впечатлений. Кажется, я готов к общению с детьми цветами. Так. Я 5-е отделение на связи. 5-е отделение? Так точно. Майор Васильев, у вас там задержанный хиппи сидит. Сидел, товарищ майор. Его еще вчера выпустили. Что значит выпустили? Я приказал держать до утра. Начальник распорядился почистить обезьянек. Ждали ночью рейд по цыганам. Их право так и не привезли. Я рапорт подам. Если майор Мура определил к вам задержанного, значит так нужно для следствия. Где мне теперь его искать? Не могу знать, товарищ майор. Обратитесь к комсомольцам из-за код. Они неформалами занимаются. Я попрошу не устраивать из Мура избу читальню. Фрилавщик. Добрый день, Антонов. Здрасте. А-а-а. Вижу, вы мне не рады. Да, честно говоря, предпочел бы не встречаться. Знаете, меня после этой истории с убийством Велены Тимченко разжаловали простые инструкторы. Ну, придется потерпеть. Скажите, оперативный комсомольский отряд дружинников в вашем подчинении? В моем. А. Нужна справка по хиппи. Вот. Наконец-то Мур занялся этими неформалами. Давно пора. Ну, с этим пагубным явлением комсомол как-нибудь сам разберется. Мне нужно кое-что уточнить. Что, где, зачем, почему все данные. Все здесь. Сейчас я. Так. Сейчас я. Тут у меня все, смотрите. Хиппи, рокеры, панки и вся прочая нечисть. Все. Характеристики, фотографии с места скоплений. У вас даже оперативная съемка имеется. А как же? Райком выделил фонды, мы закупили аппаратуру, работаем над сбором данных. Да вообще-то это дело правоохранительных органов. Это же важная работа. Клетворное влияние Запада и все такое. Знаете, я видел, но нам она не попадалась. Она ходит с этим, с Яном, живчиком. Сейчас, сейчас, вот он. Ну, по паспорту, то он, конечно, обычный Антон Сидоренко. В этих хиппи, знаете, все по кличкам. Вот. Вот он мне и нужен. Где его искать? Есть одно место. Котельная текстильного завода. Угу. Можем вместе облаву устроить, товарищ. А? Нет. Сидя по камерам, они нам много не расскажут. А что ж мы с ними церемониться, что ли, будем? О, мне их помощь нужна. Придется поискать подход. И вам советую. Да? Ага. Пис. О, вау. Вау. Пис. Пипл, кто контору на флет навел. Тихо, 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 тихо. Я пришел с миром. Попробуем еще раз начать наш разговор сначала. А я не цивил, чтобы с березой спикать. Отчего ты застремался? Хидай меня пионер. Я хоть мэн и не флавовый, но к пиплам есть спич про лай. Ну ты задвинул. Ладно, сетай, мэн. Элли, налей вайна. Дринкнешь? Да. Крутой запил. Я думал, вас в муре только строевым песням учат. Ну я ведь не родился майором, я тоже был молодым. Это чай черный, с апельсиновыми корками сушеными. Я сама готовлю. Пипл с хапчиком любит. Коры твои пипл тоже любят, Элли? Ммм, вкусно. Так о чем спик? Майя Брянцева, вы же вместе с ней по бульварам гуляли, а теперь она убита. Только давайте без шуток, может есть какие-то мысли, кто это сделал. Это Блэк. Что за Блэк? И, пожалуйста, не на вашем птичьем языке, потому что я тут уже... Короче, есть один кризанутый. Чувак один наших девушек сбивает, я про пятерых знаю. Он только на девушек хиппи нападает? Да. Почему Блэк? А потому что весь в черном и нападает после заката. Тебе верить можно? Или это очевидной вас фольклор? Вот. Он пять дней назад меня избил. Вся синяя была. Сейчас только сходить стала. Любопытно, а зачем в рамке? А, это Пацифик. Символ мира. Здесь при Сапке котельная трикотажной фабрики была. Ну, хиппи тут тусовались. И, кстати, название оттуда пошло. Котлы. Прикольно. Вы тут красиво все сделали. Даже не скажешь, что это была фабрика. Да, атмосферно. Мне нравится. Работник Морошева посредственная. Гостям хамит. Столы обслуживают медленно. Есть подозрение, что подворовывает. А вы поэтому не заметили, что ее три дня не было? Ну, у нее отгула. Оксана симпатичная девчонка. Тихая такая. Правда, в Москве быстро освоилась. Освоилась в каком смысле? Понимаете, она сначала такая вся скромная пришла. А потом месяцев пять назад у нее вещи дорогие стали появляться. Телефон, косметика хорошая. Нашла дополнительный источник дохода? Скорее, спонсора богатого. Нет, вы не подумайте, я не осуждаю. Ну, как еще девочке в таком городе выжить? А что вам нужно от Морошева? Да уже ничего, она умерла. Воровала, говорите? Да нет, вы не так поняли. За руку ее никто не ловил. Старательная была девчонка. Просто не все получалось. Имя спонсора помните? Нет. Да у меня своих заморочек полно. Сюда она его не приводила. Хорошо, если что-то вспомните, позвоните, пожалуйста. Спасибо. Ничего не интересного. У Оксаны был какой-то состоятельный любовник. Возможно, Курганский, которому она звонила в день смерти. Я не доступен. Давай прокатимся к нему. Давай. Мой муж сейчас в командировке. А как вас зовут, простите? Юлия, а что случилось? А далеко командировочка-то? В Алтайском крае. А давайте ему наберем. Что там, гостишка, офис, где он? Ну, номера ателья я не знаю. Там вообще город, связь плохая. Что-то случилось с Андреем? Нет, просто пара вопросов. Она вам знакома? Это Оксана Марашова? Нет. А у вашего мужа есть любовница? Ну, мало ли, вы в курсе. Вы что несете? У моего мужа нет любовницы. Ему всего хватает. Уверена? Все вообще происходит. Простите, проверяем информацию. Работа такая. Работа такая. Передайте ему. С гор спустится, пусть наберет. Передам. Никита Юрьевич. Кристина, мы вас вызовем позже, а пока что, пожалуйста, не уезжайте из города. Всего доброго. Тимох, ты девчонки сердце разбил. Мои драгоценные пионеры. У меня есть для вас очень хорошая новость. Увольняйся. Размечтался. Пока вы там за МКАД ездили, мы с Тимохой задержали Курганского. Стоп, он же на Алтае, его жена из командировки ждет. Не дождется. Кирыч попросил команды Дука поставить слежку на номер Курганского. Он заказал в Москве такси, засветился, а дальше уже дело техники. А что это за миловидная фея сейчас выпорхнула? Любовница Курганского, его взяли у нее дома. Куда ему столько? Малыш, успокойся, еще успеешь с ее наверстать. Где сейчас Курганский? Его Кирыч допрашивает. Один? Да. Мне так и не объяснили, за что меня задержали. Скоро узнаете? Скажите, девушка, у которой вас задержали, Карпова, она ваша любовница? Какое вам дело? Я что, обязан отчитываться перед вами о своей личной жизни? Ну, вы не ответили на вопрос. Да, у меня с ней близкие отношения. Это запрещено? Нет. Знаете ее? Оксана, а что случилось? Она мертва. С Оксаной Мурашевой у вас тоже были близкие отношения? Вы не так поняли, она моя дочь. Правда, я сам недавно узнал об этом. Когда в последний раз увиделись с дочкой? Неделю, может быть, две назад. 25 августа, в день своей смерти, она вам звонила. Да, я видел пропущенный звонки. Нет, я не ответил, я был занят. Спасибо. Что-то не случилось. Выясняю. Вы очень поможете, если расскажете подробно о жизни дочери. Я мало что знаю. Я сам только недавно узнал, что у меня есть Оксана. С ее матерью у меня была связь очень давно. Ничего серьезного. Когда вы о ней узнали? Она сама меня нашла в Москве полгода назад через соцсети. И вы сразу же ее приняли? Как увидел, сразу без всякого теста. На мать мою похожа. Мы все на нее похожи. А как у вас сложились отношения с дочерью? Да все хорошо. Было. Оксана была очень самостоятельная. Ничего это не требовало. Но я, как отец, конечно же, ей помогал. Не хотел, чтобы моя дочь в чем-то нуждалась. Юлька же она моя сначала. Тяжело этот факт приняла, но потом смирилась. Продолжайте. Она очень нежная. Продолжайте. Городинка Васильевна, ты мне скажи. А тебя не учились, что за старшими подглядывать нехорошо? Мы с Никитой только что допросили его жену. Она утверждает, что не знает Оксану. Она соврала нам. Ну как? Это интересно. Нельзя допустить, чтобы Курганский встретился с женой. Хорошо, я попридерживаю здесь. Брушеву ему перед смертью звонила. Так что у нас повод есть. Спасибо. У тебя только 24 часа. Да. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как на самом деле выглядит этот Блэк? Лица не помню. Он накинулся на меня сзади и сразу же ударил. Так сильно, что я практически сразу же выключилась. Сочувствую. Я надеялся, что ты поможешь мне его описать. От него шел запах канифоли. Ненавижу этот запах. Мама все детство заставляла на скрипке играть. А я рисовать люблю. Это помогло. А что за имя такое? Элли. А вы читали «Волшебник изумрудного города»? А. Любопытно. А по-настоящему как зовут? А вам зачем? Разве человек не свободен называться так, как хочет, а не так, как его кто-то в паспорте записал? Элли, значит, Элли. Почему ты в милицию не заявила сразу после нападения? Шутите? Наши не обращаются в милицию. Менты всегда на стороне таких, как Блэк. Я расследую преступление. Мне не важно, убита комсомолка или хиппи. Я не про вас. Просто у меня имеется опыт общения с вашими коллегами. Поэтому в травмпункте я соврала, что упала, чтобы не привлекать внимание. А как найти других девушек, на которых Блэк нападал? Те, кого я знаю лично, на юг скипнули. А если через травмпункты? Попробуйте, но они тоже правду не рассказывали. Спасибо, Элли. Если еще что-то про Блэка вспомнишь... Рингни мне. Гуд? Гуд, рингно. Березы опять Вентилова устроили. Жди здесь. Эй, эй, эй! Что происходит? Шел бы ты отсюда, дядя! Дядя? Слышишь? Это превышение полномочий. Я доложу, куда следует. Главное управление здравоохранения Москорисполкома. Запрос. В связи с расследованием уголовного дела по факту убийства Майи Брянцевой 1966 года рождения, прошу сообщить о фактах обращения лиц женского пола в возрасте 15-25 лет с характерными травмами в следствии побоев. Виктор Сергеевич, я вас полчаса ищу. Леша, что ж ты за опера такой? Начальника найти не можешь. Что у тебя? Пришли отчеты по проверке пострадавших девушек за три месяца. В общем, отдросили бытовуху, несчастный случай. Получилось семь нападений на девушек хиппи. Угу. Показания во многом совпадают. Нападавший мужчина лет 25-30. Да, одет в черное, нападает на одиноких девушек хиппи, бьет ногами, срывает фенечки. Но точного описания пока нет. Но есть закономерность. Все нападения происходили в будние дни с 19 до 21.00. Может, днем на работе? Согласен. Возможно, он женат. Это вы почему решили? Леш, включай логику. Ему нужно быть дома до 21.00. Может быть, у него ребенок? Девушка Элли упомянула про запах канифории. Может, преступник-музыкант? Не исключено. Товарищ майор, посрочно просит на хиппи. Говорю же, девушка, нельзя сюда. Ну, сидите и ждите. Пусти меня к следователю надо. Рука меня, лапы меня. Все нормально, это ко мне. В чем дело? Чего скандал устроила? Я телефон ваш потеряла и пришлось сюда топать. А этот меня не пускает. Что-то вспомнила? Вспомнила. Месяца четыре назад нас с пиплами береза крутила. И от одного дружинника тоже канифория пахла. Ага. Молодец. Сейчас поднимемся в кабинет. Зафиксируем показания. Паспорт давай свой. У меня нет паспорта. А как ты без паспорта и прописки живешь в Москве? Непорядок. Вы хотите меня за это задержать? Нет. Вы, майор Васильев, хороший мэн. Настоящий пипл. Хотя я милиционер. Спасибо, но боюсь, начальство не оценит это. У меня для вас презент. У вас лицо необычное. Я по памяти нарисовала. Я не понимаю. У нас в ОКОДе все дружинники проверены. Ну, вы сами-то подумайте. Ну, зачем активистам на девушку нападать? Ну, это не наше. Ну, точно нет. Видел я, как ваши активисты работают с контингентом на улицах. Чуть парня хиппи не забили. А вы мне скажите, кто? Мне. И я разберусь. Устраню, так сказать, перегибы по комсомольской линии. Как вы разбираетесь, я тоже в курсе. Товарищ. Зачем вы опять об этом? Ну, я же извлек урок. Провел работу над ошибками. Антонов, мне нужны данные по всем дружинникам. Особенно бывшим. А кто и к чему имеет отношение, я как-нибудь сам разберусь. А? Ага. Алкаши после снижения цен на алкоголь придумали расшифровку слову водка. Вот он добрый какой, Андропов. Ну, вот он добрый какой, Андропов. Леш, ладно, я три часа торчал у генерала на совещании. Ты бы хотя бы делом занялся. Списки дружинников проверил? Ну, конечно. Только музыкантов там нет. Есть один баянист у самодеятельности. Но канифоль вроде для баян не нужна. Ну, вот же подходящий товарищ. Михаил Деляев, 58-го года рождения. 25 лет, женат. Дочь 4 года. Так он не музыкант. Он работает на радиозаводе. Правильно. А при пайке на заводе используют что? Канифоль. И главное, выгнали из дружины за превышение полномочий. Поэтому тащи этого Деляева куда? На допрос. Деляев, эти украшения нашли у вас при обыске. Коллекционируешь трофей своих жертв? Деляев, вы из-за этого меня задержали, что ли? А вам благодарность по комсомольской линии объявить? А вы что, газеты не читаете? При чем здесь газета, Деляев? Вот он. Вот он наводит порядок в стране. И правильно. А то развелась всякая шваль волосатой. Вы сейчас серьезно, Деляев? Да в райкоме просто руки боятся заморать. А я не боюсь. Я делаю то, о чем другие только мечтают. Я город чищу от грязи. Это же дети, Деляев. Странные, но дети. Ее ты тоже зачистил? Нет. Я ее не убивал. Я вообще никого не убивал. Я только хотел научить их, что нужно жить, как все. Ты не чистильщик, Деляев. Ты обыкновенный трус. Скажи. Правда. Тебя жена дома лупит? Нет. Да лупит, лупит. Не правда. Правда, Деляев, правда. Скажи, меня жена дома лупит. Соседи нам про все ваши скандалы рассказали. У Анечки нервы. И ты свою злость вымещаешь на безобидных девчонках. А еще речами генсека прикрываешься, да? Пусть, хорошо. Только я никого не убивал. Где ты был 19-го числа? Поминутно вспоминай! Я был на работе. Дальше. Потом пошел к товарищу. Дальше. Потом в хост-торг. Дальше! У Деляева алиби. Когда мы Абрянцева убили, он с приятелем мебель разгружал. Точно? Переезд был шумный, его несколько человек видел. Что будем делать? Вернемся к началу и будем изучать материалы дела. О, здрасте. Вам сюда нельзя? Да ладно, тетенька. Что, тебе чебурек, что ли, жалко? Дай похалу тебе. Я сейчас вам покажу, тетеньку. Ну-ка быстро отсюда, черти потлатые. Вот сейчас милиция с вами разберется. С кипанием. Инопланетяне какие-то, ебуху. А вы правда думаете, что они просто безобидные дети? Почему ты это спрашиваешь, Леша? Один права. Странные они какие-то. Как инопланетяне. У Брэдбер есть рассказ. Урочный час называется. Там дети играют в странную, но безобидную игру. А потом оказывается, что это инопланетяне хотят землю завоевать. Дай-ка сюда. Давай, давай, давай. Уголовный кодекс лучше почитай. Пользы будет больше. Еле уложила. Одну малобую дует раскакать по кровати. Брэдбери? Я не знала, что ты увлекаешься фантастикой. Это по работе. Лара, иди забирай. Была у Веры. Взяла сервелат, клубнику и бананы. Мама, ты нас балуешь. Не вас, а внучку свою любимую. Ой, Виктор, представляете? Выхожу от Веры. Какие-то молокососы в этих красных повязках обступили меня. Начали вопросы задавать. Я еле отбилась. Дружинники что хотели? Почему я не на работе в рабочее время? Представляете? Дружинники, они такие. А откуда у вас эта книга? Я такое издание не видела. Леша Смирнов киоски купил. Просто моя редакция уже год борется с министерством за право переиздать. Брэдбери, можно я посмотрю? Можно. Кто же нас обогнал? О, какое-то неправильное издание. Почему неправильное? Ну, смотрите, на первой странице всегда есть комплексный книгодорговый шифр индекс. И вот эта буква должна повторять первую букву фамилии автора. Брэдбери, Б. А здесь? Т. Вот. Ха. Эти цифры. Это вообще означает, что это научная литература, а не иностранная билетристика. Здесь что-то не так. Что бы я без вас сделал? Это правда. Лара! Да, мам. Опять вы? Я уже вам все сказала в прошлый раз. Ваш муж утверждает, что Оксана Мурашова его дочь. А еще он сказал, что вам это прекрасно известно. Вот как? Ну, раз вы все знаете, то, наверное, вам понятно, что такие вещи не обсуждают с посторонними. Мы не посторонние. Сейчас мы ваши самые близкие друзья полицейские. Послушайте, для меня это болезненная тема. Я видела эту девочку пару раз в жизни. А последний раз 25 августа, так? Нет. С чего вы взяли? А ее таксист опознал. У станции пригородных поездов. Говорит, подвозил ее сюда, к вам. 25 августа в 21.00. Я не знаю, кто кого куда подвозил. Вот вернется мой муж из командировки, вы с ним о дочери поговорите. Юля, ваш супруг задержан по подозрению в убийстве Оксаны Мурашовой. Андрей задержан? Какой бред. Зачем ему убивать свою дочь? Странно, что вас не удивила новость о том, что Оксана мертва. Вы даже не спросили нас, почему мы ее ищем. Я думаю, потому что вы и так все знаете. Все, давайте, хватит. Я не хочу больше об этом говорить. Имейте полное право не свидетельствовать против себя. Но это мало кому помогает, да? Скажите, ваша мама проходила лечение в психиатрической больнице? При чем тут она? Она умерла полгода назад. Сочувствую. Вы покупали для нее в интернет-аптеке психотропный препарат. Из-за передозировки именно этим препаратом Оксана и умерла. Прошу вас, хватит. Расскажите правду, почему Оксана приезжала к вам 25 августа? Деньги просить. Я звонила отцу, но он вне зоны. А мне очень сильно нужны деньги. Ну, ты и наглая. Сколько на этот раз? 150 тысяч. Но я все верну, правда. Ну, конечно, вернет она. И зачем тебе такие деньги понадобились? У меня беда. Меня на работе обвинили в крупной недостаче и грозятся обратиться в полицию. Слушай, мы с Андреем не должны твои косяки разруливать, ясно? Ну, я не виновата. Просто у нас на работе менеджер, Валяев. Он приставал ко мне, а я отказалась с ним спать. Вот теперь он и пытается мне отомстить. Ну, это твои проблемы, ты их и решай. Ну, мне больше не к кому обратиться, поймите. Слушай, девочка, ты... Ты 20 лет как-то жила в своей ухте? А сейчас решила, что можешь приехать и разрушить нашу с Андреем жизнь? Ну, папа любит меня. Он просто порядочный человек. А ты этим пользуешься. И вообще я здесь при чем? Я в мачехе не записывалась. И что же мне делать? Ну, не можешь заработать, найди мужика. Ну, вот этого своего менеджера, например. Из него денежки тяни. Не надо мне рыдать. Мне рыдать не надо. Иди в ванную умойся и уходи. Давай, давай, давай. Ты вообще здесь никто. Никому не нужна мусор по жизни. А и ты что, так долго? Выходи. Эй. Эй. Девочка, ты что? Я жить не хочу. Нависалась ты на мою голову. Сейчас скорую тебя вызову. Хотя нет, потом разговоров не оберешься, кто ты, откуда. Давай я тебя сама отвезу, хорошо? Ты сможешь идти? Идти сможешь. Давай, давай, возьми себя в руки. Хочешь жить? Поехали. Давай. Мне плохо. Дышать трудно. Еще не хватало, чтобы ты не в салон заболевала. Выйди, подыши. Всем будет лучше, если меня не будет. Я никому не нужна. Никому. Ну и выходи. Я же ее не заставляла пить эту таблетку. Она сама так решила. В кодексе статей масса. Доведение до самоубийства, например. Что вы все жалеете эту провицалку? Почему меня никто не пожалеет? Я не хочу ни с кем делить своего Андрея. Она была его дочкой, а не соперницей. Да лучше бы он любовницу завел. Я уже как-нибудь с ней разобралась бы. Так он и завел. Ваш муж соврал вам про командировку. Угу. Вы врете. Нет, не врете. Но это неправда. Нет, не врете. Да он не мог. Станюш, вызывай опергруппу. Отпустите. Миктор Сергеевич, доброе утро. О, смотри, тоже втянулись. Я вам потом Стругацких принесу. Твой Брэдбери, Алеша, теперь улика в нашем деле. Это как? Книга издавалась нелегальным образом. Левый тираж. Как вы догадались? Личные связи помогли. Слева внизу. То есть вы думаете, что убийство Майя Брянцева связано не с хиппи, а с ее работой? Ты представляешь, сколько на Брэдбери можно заработать? Точно, Хомутов, директор советской печати, лично знаком с матерью погибшей. А она директор типографии. И он сказал, что у них проходит ревизия комитета народного контроля. Я отправляюсь в главполиграф издать за консультацией по книге. А я? А ты побеседуй с народным контролем. Мы должны готовы быть к общению с Хомутовым. Понял. Да. Нам были сигналы по реализации левой продукции через киоски советской печати. Нашли нарушение? Нет. Ревизия пока ничего не выявила. Простите, а почему уголовный розыск интересуется нашими проверками? Мы расследуем убийство сотрудницы советской печати Майи Брянцевой. Вот она. А я ее помню. Яркая девушка. Красивая, молодая, веселая такая. Как жаль, что убита. Где и когда вы ее видели? 19 августа. А мы как раз начали проверки в советской печати. Она была у директора Хомутова в кабинете. Это же в день ее убийства. Она долго была с вами? Да нет, она как раз выходила. Но я потом в окно видел, как она подошла к подружке, и они вместе ушли. А как подруга выглядела, помните? Ну, подруга она такая. Из этих. Из хиппи. У нее майка, а на груди такой круглый, такой знак. Как у американских борцов за мир. Пацифик. Паш. Удивили. Значит, труд не чушь даже для закоренелого хиппи. Я тут вообще-то кочегаром числюсь. Тусоваться в котельной любят все. Отдуваться мне одному. Пеплы народ ленивый. Приятно осознавать, что не отлыниваете от работы. Вы от меня опять хотите чего-то? Подружку вашу ищу, или ромашку. Куда-то на юг скипнула. На собаках. На электричках, значит. А как она по паспорту? А я не управдом. Ксиву не проверял. Потревожу вас чуть. На бэге на моем сидите. А мне на обед пора. Почему Эля не сказала, что была с погибшей Брянцевой 19 августа, когда ее убили? Может, это она ее? Думаю, она просто свидетель. Но чего-то боится. Вот чего? Объявляй ее в розыск. У нас нет ни имени, ни фамилий. Не указывали же в ориентировке девушка с пацификом на майке. Погоди, 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 погоди. Да и не он. Она в разговоре упоминала о каких-то проблемах с милицией. У меня есть ее отпечаток. Она что-то растирала, что ли? Наследила, наверное. Ого! Ну, ничего себе! Отправить портретную экспертизу. Отправь. Может, она где-то задерживалась. В конце концов, в базе по ней, может, какая-то информация будет. Аккуратно. Виктор Сергеевич, товарищ майор, экспертиза отпечатков. Она привлекалась в Ленинграде за попрошайничество. Елена Манусевич, 63-го года рождения? Угу. Ну все, объявляй Манусевичу в розыск. А она уже нашлась. Так, ты чего мне здесь голову морочишь? Докладывай. В КПЗ сидит в пятом отделении. Ну, за что задержали? С сумкой задержали на улице, в которой находились запрещенные лекарственные препараты. Любопытно. Интересно. А главное, неожиданно. Я был о тебе лучше, у меня не Аэлли. Или Елена Манусевич? Я не наркоша. Это не мои колеса. Знакомый Бек. Видел такое у Яна Живчика. Это ведь его содержимое? Нас взяли вместе. Но Яна я закладывать не буду. Ну, конечно. Кто Лаверов закладывает? Давай рассказывай, что с тобой случилось не для протокола. Мы с Яном решили вписаться на один флет. Шли такие по бульвару. И у Яны развязались шнурки на кедах. Он попросил подержать Бек. Тут нас искрутили. Вот незадача. Что будет с Яном? Его тоже посадят? Его настоящее имя Антон Сидоренко. Если тебе это интересно. Ты вот здесь сидишь, переживаешь. А ведь он тебя подставил, Элли. Вы врете. Хорошо. Протокол задержания. Здесь нет упоминания ни с кем ты была, ни Антона, ни Яны. Его отпустили по звонку из компетентных органов. Такого не может быть. Я настоящий хиппер. И он бы так никогда не поступил. Проверим. Райком. Товарищ Антонова, пожалуйста. Это я. А с кем я говорю? Майор Васильев. Кто из комитетчиков курирует неформалов и работу ОКОД? Капитан Тарасов из шестого управления КГБ. Паяну Живчику Антону Сидоренко. Какие инструкции? Просили его не трогать. А что? Ничего. Добро спасибо. Понимаешь, что он соврал, что ты уехал из города, а сам определил себя сюда. Зачем? А ты не понимаешь. Если бы не портрет, я бы по всему Союзу, от Алтая до Крыма, искал Элли Ромашку. А Элина Моносеевича в это время сидела бы в СИЗО, а дальше на зону. Давай. Я же знаю, что ты была с Майей Брянцевой в день ее убийства. Рассказывай, что там произошло. Майя зашла в свою контору, чтобы сдать выручку. Вышла она оттуда уже с бумажным свертком в руках. Мы пошли и по дороге встретили Яна. Ян, отдай. Ничего себе. Откуда у тебя столько? Да это дядь Саша попросил маме сверток передать. Давайте, собирайте быстрее. Давайте в сумму. Элли, я доведу Майю до холм, чтобы она с этими деньгами в открытую не шарилась. А ты иди на тусовку. Там и увидимся. Пойдем. А потом Ян рассказывал мне, что их с Майей хотели скрутить менты, и они скепнули в разные стороны. А у тебя не возникло подозрений? Когда ты узнал о ее смерти. Ян уверял, что он больше Майю не видел. Он был уверен, что Майю убил Блэк. Что ж ты сразу не рассказала мне про Майю? Яну говорил молчать про встречу и деньги. Иначе нас бы сразу же в КПЗ упрятали. Не разбираюсь. Васильева, я не понял, ты здесь ночевать собралась? Давай домой отдыхать бегом. Ты мне завтра нужна со свежей головой, горячим сердцем. Мне свидетелей в базу данных надо внести. Кофе будешь? Ну, давай рассказывай, что у вас выпадок духа. Дело раскрыли, надо радоваться. У вас было такое, дело раскрыто, а ощущение, будто зря старались. Их ты еще почему? Оксана убита, конкретного убийцы нет. Менеджер запугал девушку, отец не ответил на звонок. Юля дала умереть, а малолетние мерзавцы выбросили ее в мусорку. Ну и мы Юле Курганской предъявим оставление в опасности. Пацанам по возрасту дадут условку Курганскую, адвокат отмажет, а менеджер Вальков вообще не при делах. Так, отставить правовой нигилизм, мы свое дело сделали, дальше разберется суд. И на менеджера обязательно что-нибудь найдется, нужно хорошо поискать. Кирилл Дмитриевич. Да. Я хотела сказать, точнее, извиниться. За что? За то, что он накричал на вас тогда в допросной. Я не знала про вашего отца. Инга проболталась? Скорее, я из нее вытянула. И что она рассказывала? Да, моего отца бросили стекать кровью, такие вот малолетние ублюдки. Да не за что тебе извиняться, это мне не нужно было давать воли и эмоции. И вообще, давайте собирайся домой. Бабушка уже заждалась, наверное, да? Завтра с этим разберешься. Пока. Руки на стол, полиция. Что вы себе позволяете? Это беспредел. Руки за... Опа-па. Руки. Да тут целая аптека, синенькие, красненькие. Это не мои, вы мне подбросили. Серьезно? Пальчики покажу, твои не твои. Вспоминай на нарах официантку Оксану. Вперед. Откуда Романовский знал, что таблетки там? Ты уверена, что хочешь знать об этом? Нет, наверное, нет. Да ладно, расслабься. Она позвонила, рассказала. Ты все знала про Валькову и Оксану? Знала. Меня ее смерть просто взорвала изнутри. Я сама боялась работу потерять и не смогла ему отказать. Так пусть этот подонок ответит за все. Уверен, янживчик имеет отношение к смерти Майи. Он последний видел ее живой. Как же нам его прижать, раз его прикрывает КГБ? Каждый раз его вытаскивают. А мы попробуем уберем ситуацию в свою сторону. То, что нам мешает, нам поможет. Капитан Тарасов, майор Васильев из Мура. У меня, коллега, для вас есть информация по нашему общему знакомому Яну Живчику. Жду на бульваре через полчаса. Вы следователь Васильев. Хотелось бы и вашу личность установить капитан. Из чего вы решили, Виктор Сергеевич, что я знаком с Яном Живчиком? Но вы же пришли. Просто профессионально любопытно. Давайте напрямую, как офицер с офицером. Ян Живчик, агентура комитета. Живчик полезный человек, со своими возможностями. Но я бы и не стал называть его агентом. Чем он вам полезен, не знаю и знать не хочу. Он замешан в убийстве. Ну, а что вы хотите от меня, майор? Хочу быть уверен, что комитет не будет прикрывать убийцу. История может получиться очень некрасивая. Я все равно не понимаю, о чем мы говорим. Хорошо. Лучше списать нерадивого агента до того, как я его арестую по 102-й статье. Проблем будет меньше всех. Допустим. Но вам-то что до моих проблем? Мне никакого нет дела до ваших проблем. У меня своих проблем предостаточно. Но от помощи не откажусь. Совместная операция по поимке опасного преступника. Вот это будет красивая история. Всего доброго. Тебе надо срочно уехать из города. Вы же сами сказали, что если я скипну из Москвы, они меня из-под земли достанут, в ноги оторвут. Ситуация изменилась. Комитет больше не нуждается в твоей помощи. Почему? Косячить надо меньше. Сам наденешь или помочь? Да, конечно, сам. Ты ж пацифист. Ну и что, где тебе солнце? А денег крышу сорвало? С Майей я не хотел, случайно вышло. Ян, почему мы здесь-то пошли? Место какое-то тухлое. По бульварам ближе. На бульваре нас береза свинтить может. О, иди сюда. Май, давай скипнем из Москвы. Куда-нибудь на юг или, может, в Прибалтиково. Сейчас прямо? Ну да, возьмем бабки и рванем. Хватит на траву и на дряничную. Соглашайся, ты чего? Мне домой надо. И вообще, это чужие деньги. Их маме передали. В смысле? У настоящей хиппи нет собственности. Ты что, забыла? Ян. Слушай, ну, это шанс обвести свободу. Ты понимаешь? Я что сделала, что ли? Мне страшно. Ты вот что сделала? Ты сама крейзи. Что такое развелось пионеру? Чего, такие перяженые по выходным? Ян, пусти. Что ты понимаешь? Ян, пусти. Да такие, как ты, сделали из нее аттракцион. Ты понимаешь? Пусти. Превратили ее в зорницу хуже, чем комсомольцы в окон. Майя. Зачем Майя на лбу кровью Пацифик нарисовал? Да, чтобы вас, ментов, запутать. Вы же поверили в этого благочистильщика? А ведь он прав. Систему-то чистить надо. Слишком много чистильщиков развелось. Извините, а все-таки зачем меня вызвали? Ведь я уже дал все показания по Майе Брянцевой. Скоро узнаете. Потерпите. Добрый день. Я к следователю. Мне позвонили. Галина Борисовна, проходите, присаживайтесь. Ну? Начнем, пожалуй, без предисловий. Знакома вам эта книга? Нет. Первый раз такую встречаю. Нет. Я, знаете ли, фантастикой и не увлекаюсь. Любопытно. Эта книга куплена в одном из подведомственных вам киосков «Советская печать». Вот Алексей купил. Ну, знаете ли, за всеми киоскерами и не уследишь. Это серые накладные, в которых значится эта книга Брэдбери. А в белых накладных, которые вы предъявили ревизорам, этой книги уже нет. Понятия не имею, о чем вы и откуда взялась эта книга. Ну, может, об этом лучше знает Галина Борисовна. Это же вашей типографией был напечатан левый тираж. Вот заключение экспертизы из главполиграфии с дата по бумагам и краскам. Ознакомьтесь. Откуда это у вас? И при чем здесь моя дочь? А это сверток с деньгами накладными, которые несла ваша дочь, когда ее убил один подонок. Майя погибла из-за денег? Что это за деньги? Их дал ей друг вашей семьи, дядя Саша. Так она ласково его называла. Ты знал? Это ты дал ей эти деньги? Галя, я не специально. Зачем? Зачем ты в путь, а моего ребенка? Тихо, 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 пойми, ко мне нагрянула ревизия. Тут пришла Майя, вот я и отдал ей накладные и деньги, чтобы она их отнесла тебе. Из-за тебя ее убили. Я не виноват, что твоя дочь путалась со всякими хиппи. Хватит. Вами займутся соответствующие органы. Имейте хотя бы совесть, из-за вас человек погиб. Это я виновата, это же я виновата. Что моя девочка мертва. Что теперь делать? Как жить-то? Как сумеете. Ты чего такая грустная? Тебя что-то тревожит? Мне кажется, стало лучше понимать Романовского. И мне стали нравиться его методы. От этого тревожно. О чем ты? Какие методы? Сегодня я чуть не поверила, что Романовский подбросил в клуб наркотики, чтобы задержать преступника. Романовский сфабриковал улики? Нет, оказалось не так. Но на секунду я была готова с этим смириться, чтобы наказать преступника. Самое главное, что ты это понимаешь и переживаешь. Ну, это такое испытание. Надо принять это просто как урок. Какой урок? Ну, например, что твой начальник оказался лучше, чем ты о нем думала. Скорее, лучше, чем он хотел казаться. Ладно, проехали. Я побывала в очень прикольном месте. Да? И чем же оно прикольно? Это старая котельная трикотажной фабрики. А там раньше собирались хиппи. Вот. А сейчас это модный клуб. Ты про клуб котлы? Да, откуда ты знаешь? Танюш, Танюш, я тоже была молодой. Да, прости, пожалуйста. И знала многих хиппи. К тому же, с этим местом связано одно дело твоего деда. А чем у нас мама занята? Ну, уже порядок. Автопортрет? Угу. Свидетельница нарисовала. Похож. Угу. Ну, она явно в тебя влюблена. Раз дарит портреты. Симпатичная. Ревнуешь? Нет. Угу. Ревнуешь. Она мне в дочери годится. Эта девочка хиппи. Да? Ну, значит, мой урок тебе пригодился, и ты ближе познакомился с хиппи. Пригодился. Какие-то непрекаянные нафантазируют себе что-то, а сами кучкаются в подвалах. Беспризорники. Ну, не у всех же такие хорошие отцы. Да, малышка? Что же делает тебя, девочка моя? Это зависит от нас. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok